Что случилось-то? Я не пойму, что такое. Вы нарушили законодательство. Чем я нарушил? Чем я нарушил? Нарушили правила дорожного движения. Чем? А также правила использования тахографа. На пути этого водителя из Нижнего Новгорода в один из Ивановских текстильных центров стали ивановские сотрудники ГИБДД. В субботу утром на въездах в областной центр проверяли междугородние автобусы, их техническое состояние и соответствие требованиям ПДД. При проверке автобуса выяснилось, что в конструкцию транспортного средства внесены изменения, неузаконенные в ГИБДД. Установлено, что в переднем бампере установлено дополнительное освещение, не предусмотрено его конструкции. Далее проверим работу способностей тахографа. Инспектор делает распечатку деятельности водителя за прошедшие сутки. Но информация доступна только с момента остановки автобуса под рулями. Тахограф работал. Тахограф был работоспособен, но он фиксировал рабочий режим труда и отдыха в целом, а не данного водителя в частности, так как карта не была вставлена в тахограф. Совсем недавно вступили в силу изменения. Закон стал строже к водителям, допустившим нарушение режима труда и отдыха. И манипуляции с показаниями тахографов тоже. С 1 ноября в кодекс административных правонарушений внесены изменения в части, в статью 1123. И водителю в данном случае увеличился размер штрафа. Ранее было предусмотрено от 1000 до 3, но в настоящее время от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, водителю будет выдано требование об устранении нарушений. На то, чтобы привезти автобус в соответствии с правилами, у водителя есть неделя. Затем придется еще раз приехать в Иваново, чтобы предъявить транспортное средство к осмотру в местном ГИБДД. Иначе ему нельзя будет не только работать, но и в принципе выезжать из гаража. Всего в ходе рейда выявлены 6 автобусов с техническими неисправностями и 2 с неработоспособными тахографами. Когда речь идет о безопасности пассажиров, особенно на междугородних рейсах, требования к транспорту справедливо жесткие. Ответственность за нарушения понесут и водители, и сотрудники, выпустившие автобусы в рейс техническими изъянами. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.